ну что меня видно я уже не знаю что что делать сейчас видно ребята меня я потому что у меня все уже руки трясутся сейчас я попытаюсь в инстаграм выйти хочешь сделать много действий что-то обязательно не получится я не понимаю что проверяла камеру думала что все будет хорошо так прямой эфир включаю теперь у меня не включается прямой эфир то что же такое вы говорите знаете вот а многие говорят о это это топ лидер ему повезло ему всегда везет я тот человек тут лидер который вот если что-то случается что вот случается да и вот что нельзя значит это со мной у меня постоянно какие-то косяки если я делаю провожу вебинар что-то не получается в самый последний момент спотыкаюсь это это нормально нормально поэтому я вам расскажу свою историю как я стала тут топ лидером некоторые говорят что вот у меня вот кто-то быстро прям растет растет а у меня не получается так вот я такой человек который у которого долго не получалось не получалось даже сейчас вот почему у меня не идет прямой эфир вот местный привозер едет выставляете так вот до этого работал прямой эфир а сейчас не работает вот как сделать так чтобы прямой эфир пошел включаю так прямой эфир сейчас запускаю все неужели неужели простите еще раз прошу прощения за то что задержала эфир за то что задержала какие-то сбои а не получается а я как на сегодня сегодня расскажу через историю до через свои успехи преодоления трудностей и я сделала такое выступление так чтобы он она была построена как для новичков а так и для менеджеров для директоров для топ лидеров и вот то что я хотел вам очень много передать информации подготовила слайдах поэтому минимум полтора часа с этого момента так вот настройтесь и будет по блокам то есть если вы новичок это будет ваш у вас первая часть а потом если вы а директор и выше это будет вторая часть менеджер организация команды вот работа такая потому что мне важно чтобы было больше полезной информации и даже если была моя история чтобы она помогла вам расти чтобы она помогла вам переосмыслить что-то делать какие-то действия которые помогут вам здесь зарабатывать а у меня не всегда все сразу получалось и но что произошло да в компании oriflame я уж там 16 по моему или 17 лет и вчера открыв мне стало интересно сколько я заработала в oriflame легально то есть что это означает что через налоговую через то что мы платим 6 процентов пенсионный фонд вот именно легально не все какие-то выбирать скидки я обалдела я посчитала это более 27 миллионов ребят когда я написала скинула в чате татьяна гайна одна из моих лидеров написал ирин а кто-то даже за свою жизнь столько не зарабатывает поэтому если вы зарабатываете сейчас копейки что-то у вас не получается а мой путь до директора был очень долгий и были конечно же причины которые да я не росла потому что я не приняла для себя решение что это действительно вот прям вот сто процентов что oriflame это моё и да что здесь нужно развиваться что здесь нужно действовать поэтому я вам сегодня передам опыт свой да что у меня получилось и покажу слайды да по поводу того что я бы наверно никогда не смогла работать в той компании если бы я не была уверена в ней и также как и в качестве продукции мне нравится тем вот есть много разных компаний да и когда меня приглашают я спрашиваю об одном а скажи а вот если бы не маркетинг ты бы пользовался этой продукции как правило мне говорят слишком дорого или как то так я с уверенностью хочу сказать что я являюсь прежде всего дисконтным потребителям и а те годы вот даже сравнение 10 лет мне и мне важно то что я получаю результат я кайфую от этого я рассказываю и если кто-то здесь пришел и говорит я не продавец у меня не что-то не получается там организации лт о и так далее перед вами сидит тот человек у как который не умеет продавать я восхищаюсь теми людьми которые занимаются продажами но мои продажи это мой опыт который я рассказываю своим людям знакомым и мой секрет мой успех мой рекрутинг как раз таки состоял в том что всех своих клиентов которые у меня находились я тут же регистрировала то есть первый заказ я приношу и говорю вот знаешь вот давай договоримся что вот здесь такая классная продукция такой эффект ну зачем ты будешь переплачивать платить посредником если ты можешь просто пользоваться просто пользоваться этой замечательной косметикой я рассказывал свои ощущения тот эффект который я получаю и а люди регистрировались и вот так год за годом я получила тот результат который я имею и если взять за 15 лет сотрудничества у меня вот фотографии так как у себя настроить до и после да мой результат то что я намного выгляжу лучше и даже какие-то мимические морщинки компания держит всегда в тонусе и делает так что вы постоянно совершенствуетесь а если взять мою историю до многие уже с ней знакомы что я пришла в компанию oriflame и вообще как бы я рано очень стала работать 17 лет я искала себя работал уже на трех работах зарабатывала больше чем родители не из-за того что мне нужны были деньги а из-за того что мне нравилось что-то постигать именно тогда работая даже в 16 да вот 16 лет до того как я стала моделью я пришла в компанию где принимали от 18 лет но я всегда старше выглядела и не горит вам будет очень трудно а это надо было заключать договора рекламным агентом она она рать на радио вот я стала за месяц лучшим новичком не нужно мне надо было доказать что я могу что да мне там 16 лет но я смогу сделаю я училась у лучших я поняла что здесь главное количество действий количество результат как количество когда вам скажут нет 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 и вы поймете почему нет да вот но получилось так что я рано вышла замуж 19 лет я переехала из краснодара поселок сибирский алтайского края я поняла что все нет никакой не рекламный агент никакая не модель потому что это не ненадолго да я буду работать военным финансистом все получила красный диплом но опять же таки меня всегда тянуло красоте да и параллельно я стала работать визажистом при меня опять же пригласили преподавать дефиле и макияж модельное агентство то есть меня обратно то есть и огурнение не это не мое а меня обратно все в красоту вот в эту вот обратно туда и ну а военный финансист для меня была знаете вот цель мотивация это прежде всего построить карьеру финансиста потому что я понимала что там время модели недолго да и чё там надо понимать да и я делала упор в начале мне очень повезло у нас был безумно вот просто потрясающий коллектив как семья вот но мне чего-то не хватало мне было скучно вот мне реально было скучно потому что я быстро делала работу свою мне было неинтересно я очень быстро продвигалась по карьерной лестнице то есть сколько бы не делала работу мне загружали плюс еще не красный диплом я писала по своей специальности я хорошо забрабатывал и в том маленьком военном городке где жила это считалось самая крутая престижная работа мало того я тоже призвалась и мне нужно было год быть военной для того чтобы стать капитаном военным финансистом то все моя судьба должна была связана быть только как именно финансист но тут пришел в рефлей на рефлей причем через каталог через дисконт а девушка которая это моя подруга в новогодней ночи на мне подписала но она сама не разместила заказов и мне самой пришлось разбираться что где куда где размещать заказы это час на электричке нужно было ехать но это был трудный путь вот и поэтому я поняла что и все были да ну что тип карьером есть там в рефлей да но как можно сделать карьеру если все твои новички должны ехать как минимум час-полтора еще просится с основной работы отвести деньги и заказ и потом через там три дня приехать забрать поэтому вот первые трудности да и вот кто такой лидер кто не ноет не скурить что сложно невозможно а просто берет ответственность на себя и не здесь не а фишка в деньгах нет ну вот понимаете вот что такое 6 процентов вот вот кто-нибудь есть там сейчас ну кто до 18 процентов и у кого еще нет офиса нет я вам сейчас не говорю что нужен этот офис я просто говорю что на тот момент у нас не было доставки в поселок и я приняла ответственность на себя мои спонсоры были в новосибирске это четыре часа где-то ехать они годы рим мы поможем тебе открыть офис но проблема трудности были в том что до моего дома где-то минут 15-20 идти было пешком и я встречала на трассе с рельсовыми сначала автобусами посылки представляете что такое в там 20 когда минус 30 градусов а вам нужно встретить посылку там две-три коробки а потом еще прийти домой все это перебирать а завтра на работу да или наоборот или там в 4 утра или наоборот в 10 вечера потому что у меня муж был постоянно по сменам как работать я не понимала потому что когда лидеры приехали они приезжали в среднем раз в полгода и как вы понимаете что информацию не дать до этого я с ними познакомилась только через год вот они мне рассказали про продукцию про мастер-классы про удивительную косметику и я поняла что нужно учиться проводить мастер-классы рассказывать потому что многие неправильно не знают как правильно пользоваться это дело но опять же таки я это дело не в системе офис когда был выходного делала короче несколько раз в неделю дальше следующая трудность это была в том что нам наконец-таки оформили офис и надо было получать заказы через заказ до провозить в городок но для того чтобы один раз машина например приехала проехала в городок нужно было сначала пойти в дивизию отстоять очередь записать бланк заявление что прошу на такую-то машину сделать разрешение а потом через два-три дня прийти забрать этот бланк и каждый раз машины менялись то есть были очень трудности и это было на 6 процентов и кто знает что так какой доход на 6 процентов на 9 процентов и вот там например даже до уровня да это деньги нет и зачем это все делать я не знаю просто понимала что если у меня есть команда и я хотела всегда помочь и для меня было прежде всего помощь и для меня не важно была какая-то выгода не на заказах потому что я учила людей пользоваться получать эффект вот мне хотел всегда помыть помочь людям по поводу трудности и страх фобии вот есть люди кайда и же все хорошо и вот она там прирожденная актриса ей все везет любому туп-лидеру так говорят но у меня было такие трудности во-первых мне было офиса во вторых я очень боялась выступать у меня я всегда вам говорю что даже любое выступление все горит ой там все легко даже последнее выступление в москве у меня меня колотила я за и вот катя филиппова знает я за неделю наверно у меня уже была фобия истерика это потому что это все пошло за школа я дочка военного 10 школ сменила и вот этот вот фобия когда ты выходишь класс и тут же все забываешь но давайте это блок из детства он все равно как бы он есть был вот и мои первые презентации были такие смешные но кто это будет делать если у тебя нет спонсора как ты будешь проводить презентацию если за тебя никто не проведет ты должен это делать сам научиться у кого-то быстрый рост у кого-то нет научись не умеешь сделай а никто не регистрировался потому что я не знала что говорить потому что мне не сказали текст и знаете когда я даже стала менеджером там 12 процентов у нас барнауле проходили мероприятие но меня никто туда не пускал а да я была девяти процентником потому что там было с уровня 12 процентов то есть меня не пускали ни на какие мероприятия обучающие арифлейм у меня не было рядом спонсора спонсор был по телефону это очень дорого платно на 6 процентов представляете позвонить другой город но как бы невозможно вот и нужно было что-то изобретать само и вот это классно когда вот кто-то жалуется у меня нет спонсора у меня поход спонсор мне не повезло со спонсором да ребята не это просто вы такой это вы ленивый потому что сейчас господи давай открывайте youtube и все есть как рекрутировать открывайте рекрутинг как это делать открываете youtube все просто а это наоборот классно когда вы закаляетесь когда а если у вас есть спонсор если у вас система есть так вообще вы везунчик просто вы ленивый потому что делается какое-то количество действий и можете обмануть кого угодно до сыграть а в эффект лося помните вот вы уже слышали не смоглось не сбылось у меня что-то не случилось и так далее оправдать себя но не человек а кто в зеркало поймите вот они было нас мероприятие кого организовывать 6 процентов до самой нет команды как ее сделать до рекрутинг самой не получается до дрова и ребята и вы становитесь личностью вы развиваетесь начните с себя начните свой бизнес делать себя с того момента когда вы пришли неважно каком уровне сейчас вы находитесь просто стопроцентная ответственность и вот знаете но а в рифламе игралась то есть мне нравилось что-то как-то делать но вот полностью полностью вот погрузиться в рифле мне помогло то осознание что чем чем больше я росла вот прошел с момент регистрации вот уже там четыре года но вот так вот каждый год новый уровень ну что-то вроде делала вроде как-то так что-то получала что-то нет только потом не осознала почему я мало росла у меня было мало маленькое количество презентации маленькое количество потому что если бы я провела презентации я знаю что через 100 презентации обязательно там 10 зарегистрируется из них хотя бы один уже будет кто-то ключевой то я потом поняла количество презентации и еще такой момент когда моя мечта моя мечта там почти пять лет это было стать заместителем начальника финансовой службы полка там капитаном я шла к нему и моя мечта пришла в январе я должна была уже вступить в эту должность а в декабре компания рефлейм нам делает праздник праздник да еще такой в новосибирске белый зал опера и актеры 9 18 век бал показали рассказать я видела что блин да тут все все ему как молодежь как и уже женщины в таком вот интересном возрасте там и 70 и 80 и они чего-то достигли а почему не я и вот этот рай и я понимала что сейчас я должна самое принять самое главное решение в своей жизни это надеть жабью шкурку а что такое жабья шкурка это военная форма и я всю жизнь должна быть военным финансистом в жабье шкурки и ходить каждый день об этом ли я мечтала нет нет я хотела другого я хотела быть девочка я хотела путешествовать я хотела я хотела семью детей а жабья шкурка ну да хорошая зарплата и все и после этого я приехала и я уволилась и я уволилась и в новогоднюю ночь когда все поздравляли меня с новой должности я сказал нет я увольняюсь как но ты же переходишь я говорю нет я вообще увольняюсь как ну ты же приходишь не на его нет я вообще увольняюсь ухожу в арифлей на тот момент я зарабатывала больше чем на основной работе но что мне еще он приняло такое решение да для меня а кто слушает себя кто слушать сны и сновидения вот я когда была маленькой мне было 10 лет и у меня день рождения 1 мая мне как раз совпало с пасхой мне приснился сон который определил мою судьбу это это весна это самая яркая красивая такая тут весна 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 тепло передо мной гора и я вижу что сверху распускается иисус и он меня зовет к себе наверх я поднимаюсь и он дает мне яркий вот такой знаете теплый теплый хлеб и говорит посмотри вниз я оборачиваюсь а там люди сделать так чтобы хлеб был у них я этого не понимала как бы я взяла хлеб я вижу люди а что делать как там я проснулась я нарисовала яркую картину вот этот вот сон потом отправила это этот рисунок еще на телевидении мне подарили библию за это был самый яркий сон а самое интересное тот момент мама жила в ереване папу с грузии перевели в ереван постоянно переезжали и она увидела это раз в неделю включая телевидение она увидела боже мой какой потрясающий ребенок а какой талантливый ребенок это надо же такой сон такую картинку сделать и когда мы через год встретились мама об этом рассказала нам видела еще одну картинку такую же как ты срисовала ты с телевизора нет я просто еще нарисовала такой же вот и вот это вот и она у меня была в библии долго эта картинка помогать людям просто помогать это эмоции все я поняла что мое предназначение не финансы так 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 собраться собраться нежели богата да это сейчас у меня классная квартира дом все несколько квартир о чем мечтала но начинала я вот так на кухне потому что в нашем военном городке нельзя было снять офис не было помещений и все коробки были вот так есть что кому муж запрещает работать в рефлейм это я у меня каталоги летали форточку муж говорил что бросай свой нахрен рефлейм зачем он нужен вообще что это такое у меня дом превратился в офис люди ходили вот эти вот коробки 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 а и потом мы поговорили я сказала что вот у тебя есть свой хобби там что-то неважно для меня это жизнь это моя жизнь и если ты мне не понимаешь наверное нам не стоит жить вместе и тогда мы приняли решение что да я играю свой рефлейм но когда он приходит домой с работой ни слова не писку не визгу никто не приходит в этот момент так мы договорили и еще момент когда вы вот знаете вот когда говорят что нету на первых на первых этапах нет дохода вот нету дохода да вы знаете я тогда тоже очень сильно разозлилась и что муж постоянно говорил это все фигня нету денег нету денег на первых этапах а вот вы неправильно считаете вот вы неправильно считаете так как я финансист я начала считать по-другому я взяла вот смотрите у нас цена в каталоге 79 рублей да вот а вы же когда себе делайте заказ вы что покупаете по какой себе вот такой еще берете с кошелька нет а когда мне говорил уж эта фигня я делал окей эта фигня да сколько процентов скидка со там 45 процентов скидка или 50 а 50 это бесплатно а это фигня ну хорошо хорошо я делал скидку 20 процентов там по каталогу так это 100 рублей 100 рублей я беру также я работала потому что неужели мы себе не можем позволить косметику я беру 100 рублей своего кошелька работы финансиста и кладу себе в копилку дальше сколько тоже стоит 199 рублей но со скидкой на 40 процентов а так она в среднем регулярно стоит 319 окей 319 рублей как копилку нужно тебе туалетного даму же раз по полной стоимости в копилку в копилку в копилку в копилку чтобы были видны деньги и я эти деньги не тратил но мы же работаем на основной работе так вот когда прошло какое-то время перед нового года мы пошли в магазин я постоянно это рассказы вот копите деньги копите деньги чтобы у вас была точно большая сумма особенно если вы где-то работать это вообще прекрасно или как вам говорит муж эта фигня берите с его зарплаты и по полной стоимости тоже фигня и потом на эти деньги сделайте какой-то классный какой-то классные большую покупку вот реально большую покупку чтобы она грела мотивировал и это нужно прописать в мечтах и когда мы пошли в магазин я буду пойдем в эльдорадо и тогда только появились плоские экраны и стереосистемы и мы игру я хочу вот это ну хотеть то не вредно я подхожу и говорю нам вот это нам вот этот телевизор и вот это вот домашний кинотеатр он на меня смотрит так я просто открываю кошелек достаю наличку и расплачиваюсь вот после этого он готов откуда у тебя деньги я группа как это не о которой я занимаюсь а еще мы договорились что почему мы не рукаемся а потому что я больше не беру на платьишки из бюджета и семейного ну то есть и семейного и его мужа и вот все что эту фигню я заработал он будет не будет спрашивать на что я спускаю то есть я могла на все 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 потратить и вот вот это вот что на все потратить и я могу и в тот момент я демонстративно я покупала то что мы не могли себе позволить а он спросил тебя еще есть деньги в рда а сколько игру но не скажу а потом я добавил на машину потом еще и мы могли себе позволить то тоже мы говорили вот жили вот понимаете вот когда ты у тебя а второй момент когда у тебя потом появляются деньги а ты живешь на съем на квартире и ты не можешь позволить себе ремонт потому что тебе нужно съехать знаете как это тяжело и также я помню что в этой квартире посмотрите какая говеная плита какой вот ужасный этот линолеум не это все так бесило но мы жили на съемной квартире который нам дало государство и я помню что в один прекрасный момент когда мы ездили на конференцию на тенериф и вот этот красота рай пятизвездочеты а почему я должна жить в таком хламе а кто определил рамки да у мужа высокая должность ну почему мы должны жить так они как другие и я взяла просто из своей копилки и сделала помню это было очень дорого это было где-то порядка 150 тысяч но это как сейчас например пол миллиона я просто просто вбухала и сделала кухню своей мечты а у нас всего-то было ничего вот так вот я росла вот так вот я жила мы делали мастер-классы учились сделали конкурсы красоты и вот до звания директор основные методы рекрутирования это было мастер-классы соц опроса конкурс красоты на дискон каталог в каждый дом и мы сделали такие офигенные результаты что нас всегда хвалили у нас статистика была на одного консультанта 65 человек то есть это самый крутой результат новосибирском филиале но и вообще по территории сибири дальний восток куда расти дальше куда расти дальше а я начала читать книги а я думаю а что же делать так а я хочу быть бриллиантовым директором куда понимаете и первые мои попытки работать оффлайн да можно было выезжать куда-то у меня девочка появился очень интересный консультант она говорит или давай с тобой поедем вот я жила я в детдоме и поедем туда в детдом но туда ехать далеко мы зимой поехали в детдом а это было где-то час час ехать куда-то вот у страссы ну скажем на рейсом автобусе получилось так что в этот день началась пурга метель и сняли все рейсы полностью все рейсы я помню что минус 40 мы идем вот с ней вот ну вот реально в сибири вот так вот идешь ты разгребаешь вот этот вот снег мы зашли в детдом и просто там а нам сказали к начальнику детдома пойти в дом в общем и туда пошли хотя бы не замерзнуть с холода да мы провели презентации там я позвонила мужу чтобы он приехал меня забрал и вот то чувство счастья когда ну вот я реально думаю что я умерла умру с холла от холода не было ничего связь не ловила ничего это машины там такое не не пускали машины муж пробился чтобы меня забрать иначе бы я оставалась ночевать ну где там где вот я поняла что я не хочу работать так я не хочу ездить на презентациях и постепенно я хочу работать по-другому комфортно вот вот это чувство страха холода что я могу погибнуть отбила мне все желание куда-то ездить по регионам ну потому что ну как бы маленький поселок был а вот дальше а получилось так у меня долгая история про беременность многие слушают знают об этом что долго не получалось потом забеременела и вот тоже тут кайф что я в тот же момент ушла в декретный отпуск в тот же как только узнала у нас десять лет не получалось и все я поняла что больше всего ничего не хочу не вижу не слышу до остаточный доход все тут же свете моему директору передала но еще нет менеджеру офис все я в декрете все я в декрете и это кайф от oriflame когда вы в любой момент что бы с вами не случилось как бы вы не приняли решение если вы построили систему которая работает вы будете получать декретные не те копейки офигенные декретные вот ну на тот момент 30 тысяч декретные получать это круто но мне было скучно и а вот одна из самых классных книг которая на меня повлияла подействовала да и когда вы не поймут хотите роста просто читайте книги будьте один с собой и вчера когда наращивала реснички я попросила моего мастера включить книгу и еще вам один лайфхак лайфхак когда вы что-то делаете стираете готовите убираетесь вы ненавидите эту работу потому что это надо каждый день делать и это скучно вы берете наушники включаете там youtube что и в наушниках самое главное наушниках ходите делаете свои дела убираетесь вы полюбите эту уборку потому что вы будете концентрироваться на том что слышите и вы так делаете два дела одновременно эта книга когда я ее вчера слушала я поняла почему я в семь месяцев я подскочила сказала все я не хочу быть беременной и именно беременной это беременна вот так беременной когда я нажрала 30 килограммов ребята 30 килограммов все все месяцев я вышла с декрет у меня появились первые регистрации это уже онлайн я поняла что нужно команду сопровождать все у меня такой был драйв вот если у вас что-то не так найдите книгу которая вас реально вот просто возьмет и вот поднимет пока нету такой силы который вы не поймете зачем вы не поймете что вам делать вам надо вот этот драйв понять зачем вам это делать что вы хотите от жизни какую вы жизнь хотите вот эту нищебродскую либо ту которую вы видите там где-то в инстаграме все какую жизнь для себя у нас жизнь-то одна вы ее не можете переиграть и годы летят на что вы фокусируетесь да нифига у вас не будет все сразу получаться да не будет трудности будут в трудности вот не смогла выйти на вебинар могла пускать о извините у меня комп не работает у меня сам щучок что нужно сделать перезагрузить компьютер сделать программы не работа еще второй вариант instagram слайды через все вы тут же ищите как это сделать по-другому потому что у вас есть цель у вас есть обязанность сделать дело любой ценой как бы это ни получилось не будет получаться далее спасибо велосу oriflame этой беременности после а знаете я не хотела себя видеть плюс 30 я была жирный мне не нравилось быть жирной коровой и у меня нету ни одной фотографии где я была после родов где я была жирной потому что это было не я и я думаю что я вот все показывают до и после а у меня нет таких фотографий потому что их тут же удалял потому что это не я или минус 18 килограмм за 6 месяцев почему у меня нету фото жирной коровы так жалко понимаете если вы понимаете что это не вы и вы должны поменяться меняйтесь меняйтесь все в вашей голове не буду рассказывать как похудеть при помощи волос какие у нас системы есть это вы прекрасно знаете дальше трудность ой у меня маленький ребенок у меня муж военный кстати фотографии вы его не увидите потому что это запрещено по контракту даже сейчас у него у нее у него была сов секретный топа секретность даже короче через пять лет только можно публиковать какие-то фотографии что мы типа рядом ну так и периодически делала вот так вот кто-то говорит у меня нет денег у кого-то там мама далеко у меня никого не было я понимала что а вот грудной ребенок и я не успею сделать все и я приняла ответственность в шесть месяцев часть своего дохода платить на няню платить когда у вас маленький доход а я еще просила естественно упала ну потому потому что ну как бы тяжело было совмещать уже не директор мне нужно было отдать деньги чтобы заработать заработать дальше поэтому пять часов а дальше я поняла что такое тайм-менеджмент четкий график мое расписание 8 10 уборка квартира приготовления еды с 10 до 18 7 с половиной часов няня обед 30 минут с 18 21 часа это семья прогулка с 21 часа до трех ночи это работа вы видите вот как бы так я поняла что мне нужно было отработать няню 21 час 3 часа ночи это была работа с трех до девяти у меня был сон каждые три часа кормления в среднем работала 12 14 часов и причем когда понимаете что такое кормление я благодарна я ровно год кормила и благодаря этим кормлением я понимала что такое тайм-менеджмент каждые три часа у вас что я сделала что у меня получилось и что мне нужно сделать успеть еще сегодня приготовить убрать я могу убрать одновременно послушать это я могу сделать это все я могу покачать ребенка одновременно сделать это так у меня придет няня все няня вы убираете от себя время которое тратите на няню отрывайте от ребенка что я вне срочно нужно было действовать 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 далее было конечно же это был офигенный рост это было три директорских группы с грудным ребенком это доход 100000 это было очень круто но были на 100000 что выйти на такой доход с грудным ребенком в поселке в маленьком потому что когда у вас опять же таки когда будут трудности это классно потому что так как при трудностях приходит решение как я поняла что нужно работать онлайн у меня история как я начала передавать свой опыт работы мастер-классов удаленно потому что я не умела проводить презентации я просто делала копии дисков рассылала я что-то не умела я как даже сейчас я вам признаюсь а все спрашивают ирина басек у тебя есть классная презентация бизнеса ребята вот в зависимости от того какой тип личности да там то есть это мама там я даю презентацию готовую но даже сейчас вот как то так но я классно рассказывал косметики вот это что у вас получается делать классно делайте а то что вы не сможете скопировать дублицировать просто дайте ссылку и продайте этого человека почему человек должен посмотреть это видео почему потому что она вам что-то помогло алексей колтун благодарю вас уже там 300 тысяч раз и делала видео целовала благодарил благодарил спасибо ирина волкова благодарю тебя потому что это не за это сотни копий дисков сотни копий дисков отдавал 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 отдавала пересылала своим директорам по день будущим лидерам 10 дисков о 10 дисков каждый месяц у меня была рассылка 10 дисков 10 дисков которые я копила вот с нашей команды с девчонками с катей гонек светланой волковой мы сделали систему которая работает сейчас это был фундамент и вот знаете на уровне когда тоже осознание мне было выдумать я изучал маркетинговый план я верила компании эти считают все хорошо я понимал я верю доверие и я пришла на очередную планерку руководство приехал я узнала что такое что нужно три группы и и в любом моменте когда там директор 22 делать отрыв 7 500 чтобы были полные бонусы минимально гарантированные выплаты мгв что это такое для меня был шок и я понимала что я закрываю директора три группы а я сфокусировалась полностью на трех группах и у меня там отрывки 500 баллов а я даже не знала что это надо было делать и тогда я приняла решение показать вы это быстро выстроить результат своим опытом вот и приписать систему понимаете когда вы просто что-то повторяете систему кого-то это классно хорошо а когда вы еще делаете статистику анализ что вы делаете прописывать это другое а я написала но мне нужно было разработать новую систему усилить сделала как стать директором за 365 дней и каждый день я писала выслушать у любого топ лидера что одна регистрация в день одна регистрация день 1 регистрация день это залог успеха мой быстрый рост это одна регистрация в день это как бы не был фокус но вот у меня например да видите каждый день 45 48 дней когда раньше каждый день иногда там за два за три дня вот 48 не у меня было уже 70 одна регистрация личная разослала приглашение то есть я в группы приглашала тогда сделала дисконтная карта рассказывала о продукции вот приняла приглашение сколько потратил что консультанты в статистику вот у меня было сегодня там две регистрации я даже нашла отчет у меня 11 регистрации за за день было вот так вот бешено что сделала и вот у меня даже статистика это это понимаете это какой-то 2011 год 2011 год мы я сегодня просто подняла мне было интересно да вот так же сколько по группе регистрации мне нужно было показать команде как с нуля прирастить директорские товарообороты что я сделал каждый день писала что какие шаблоны отсылала какие диалоги были и так далее вот смотрите даже вот нашла выдержку 41 42 у меня заболела няня будет буду четыре дня одна с мелкой плюс бизнеса вмещать вчера весь день плакала не могла никак укачать очень тяжело проверка отчетов новая тема пишу в гу рекрутирую отчет напишу завтра у меня за два дня было 5 регистрации плюс 8 10 по группе опять я плакала что нет помощи что устаю по 45 часов сплю муж орет зачем тебе этот арифлейм я хотела примером доказать что команде что и все действия записывал за отчеты я тратил очень много времени и за три месяца в таком режиме а я сделала 7 500 отрыв 3 месяца а дальше были следующие результаты потом следующие трудности потом группы которые построил они начали сыпаться говорили что мы уйдем из арифлейм есть директорская группа которая ушла у меня из арифлейм потому что они росли потом был спад и в летом одно из таких решающих лет я понимал либо все развалится либо пойдет дальше было тоже самое я четко на лето сфокусировалась на одной группе и стала делать с ними очень много действий вот просто четко каждый день рекрутинг рекрутинг планерки планерки и я выработала систему как вырасти структуру за четыре месяца просто фокусироваться много действий вот вот пожалуй а так вот а ну это также опять же таки из отчета до статистика из десяти человек вчера только два откликнулись и написали форме а вот это как я это пример как я общалась например с новичками сопровождение вот добрый день вы звоните ирина басюк директор и фл вас будет несколько минут пообщаться я звоню по трем вопросам во первых хочу поздравить регистрация в рефлейм как понимаю в качестве дисконтного потребителя скажите вы еще не размещали заказ почему у вас не было времени полистать каталог вы не разобрались как это делать или какие-то другие причины вы сейчас минутку меня звонит или какие-то другие причины да во вторых я бы хотел сделать акцент и так далее то есть вот что я говорила что я делала все я писала получалось не получалось тут я сделала действия потом говорю ребят вот то что я делала вот это не так эффективно и когда вы пишете вы понимаете куда вы тратите время на что вы тратите время у вас каждая секунда дорога а правильно ли вы распределить а тот час то что вы сделали повлиять на ваш результат завтра на вашу структуру на обучение на систему вот статистика 8 звонков 8 человек никогда было полистать каталог 7 человек видели сообщение о просьбе написать 5 продуктов сказали что пока некогда но постарается написать 4 человек сказали в каких числах планирую делать заказ все пошла спать четыре ночи надеюсь моя работа и мои советы помогут вам ведь днем как сам так с малышкой тяжело работать и ставится время только ночью хорошо что она спит со мной до 10 утра секрет успеха ё-моё четко видение цели и просто пахать все я просто мне надо было сделать результат быстро чем быстрее вы делаете результате больше а потом вуаля за четко работать на тебя пошли люди на твой результат они думают что все просто все легко а до слайды у меня будут конечно я скину потому что там еще будет система работы опять же таки маленький ребенок а что делать поездки меня приглашать а дальше обучение если вы не обучаетесь вы не растете если вы не вкладываете свое обучение вы не растете вы останетесь на том же уровне вы останетесь на том же уровне если не читаете не развиваетесь ровно настолько сколько получили знаний и мне нужно было ездить а как у меня грудной маленький ребенок годик-два с кем оставить не сняли нет не остается с ним не может запрещать я просто ее брала первый годик ну вот и получилось так что она со мной влилась в oriflame в эту тусовку воду в 23 года в 23 года у кого есть детишки это все большие бмв обучающие мероприятия она вот так бегала по залу где-то выходила новосибирск нужно было ехать на 4 дня минус 40 градусов я и в 4 годика взяла мы с омской ехали на на поезде красноярск 4 дня тоже на поезде два дня туда-обратно ей было пять лет я помню ее драйв когда вот мероприятие обучение прошло и все по и пошли в горы в горы туда было час подскажите вот кто живет красноярске так как называется столбы да надо было пешком идти где-то час-полтора а потом только подниматься в горы и она мне такая шаботная в 4 года она пораза сломать руку она просто падает везде только падает падает везде что-то у нее происходит но она такая же сумасшедшая как и я вот я помню что я принял опять же таки приняла решение приняла решение в пойти с ней в горы и вот опять же таки трудности 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 я помню когда мы с ней поднялись в горы это ее так вдохновила покорила это просто был взрыв мы столько получили эмоций спасибо компании oriflame что дает возможность видеть мир не только тебе но и твоему самому дорогому человечку когда мы поднялись начали спускаться люди лидеры наши они только поднимать это чем уже все успели в до все хорошо да а все так переживали за нее потому что вот ну реально но она вот такая если что случилось бы в горах она ну падает просто ровном месте 6 лет меня приглашает тур по волге камень я беру с собой свекровь она едет со мной питер меня опять приглашает выступать я ее беру и в качестве не они беру маму свою что свекровь что нам они настолько благодарны что они видели этот мир и вот каждый раз каждый раз каждый раз и что сейчас вот как воспитать людей детей да только своим примером как воспитать структуру только своим примером не теорий а примером как вы это делается что вы это делаете да и сейчас да она также становится потихоньку развивается танцы модели она пробует все в чем ей понравится я не ограничиваю она уже успела на неделе моды в сочи на неделе моды в москве выступала и в детей надо вкладывать и вы знаете вот а у меня вот буквально стоялся на звонок на звонок с новичком девочка рассказывал да нету времени первый раз был а второй сейчас я бы с удовольствием я двое детей развивала то ой грудно также честно кружки надо водить она это у меня нет денег на кружки водить ребята ну вот кто-то зарабатывает 30 тысяч в месяц я сейчас у меня в средний чек ну как бы у меня есть приложение где я пишу все расходы да то есть автоматический сбербанк там втб там втб как-то распределяет вот у меня в среднем уходит 30 тысяч на ребенка то есть что это такое это платьюшки игрушки это все это это дополнительные платные фотосессии с лучшими фотографами мира я не могу себе такие позволить там заплатить например 14 тысяч за фотосессию там 10 тысяч за фотосессию которые реальные но я вижу а если это профессионал мирового уровня да то есть вот мы сейчас успенской фотографировать до этого как-то американский фотограф тоже приезжал вот там фотографии вот она там на на бревне сидит да там еще много фотосессия оскар 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 даллас да я вижу это совершенно другие понимаете чем дороже вы вкладываете в обучение в обучение себя ребенка дорогие преподаватели тем круче обучаетесь сейчас она входит самую крутую это первые места по хип-хопу занимает в россии я плачу за самых дорогих преподавателей у меня самый лучший модель на агентство сам ребята но если я раньше бы не попахала тогда я бы не могла себе позволить и возможно бы это было совершенно другое будущее вкладывайте в себя а потом своих детей и личным примером да тяжело да плачет да не получить все взорвать потому что на что-то не доделывает ругают я очень благодарна педагогу что и постоянно ругает потому что нужно совершенствоваться это очень строгий педагог надо так надо да затянула тест и вот все был бриллиантовый марафон у нас сколько в январе кто бы на этом при этом марафоне напишите пожалуйста потому что сейчас тоже хочу сделать вам практику это было до этого теория моя история минус 15 процентов просить о 15 минут за этот сейчас я еще пройдусь по практике и вот когда вы знаете вот так как и финансист были были так кто минус кто не болит напишите обязательно вот надо всегда делать раз в три месяца раз в полгода какой-то свод анализ что получилось что не получилось знаете вот как а чек-лист что дело что не дело что дело что не делаешь да и вот я сама себя по чек-листу по вот этому и всю свою команду я провожу 1 квартал планерку поэтому сейчас по вот этому тесту я очень хорошо я рада что вы его проходили мы будем и плюс я буду накладывать кое-какие то новые фишечки новые моментики да на этой системе действительно уникален тем что постоянно на него можно проводить планерку своей командой вот потому что вы сейчас получаете просто фантастическую кладезь информации и мозг взрывается а что делать в первую очередь что делать в первую очередь и вот нужно сосредоточиться проанализировать да вот эти пазлы все собрать и уже действовать именно сейчас а потом через квартал посмотреть как ваша стратегия работы которую вы выбрали повлияло на ваш результат потом сделать опять тест анализ вот история то теста коротко такова что наталья грешаева руководитель нашего филиала а это мой реальный ментальный спонсор которые у меня всему научил и мы общались до их два и в три ночи с ней вот она меня пригласил выступать на лайнере я не она знала что я боюсь я не знала как это делать ой боялась всегда да и она вот помню мы были на лайнере там ница была по моему мы купались в этот день у нас такая планерочка будет между собой чек вечерком там топами соберемся там попьем посидим погуляем и ты там расскажет про свой тест вот про вот эти фишечки всякие разные да а когда я пришла на данный момент на тот момент это было руководство тупые нажмет весь полностью начиная с магнуса и топ грубо и все тупы я конечно офигела у меня была истерика но я рассказала свой тест скинула руководство даже сейчас спрашивает и говорит очень крутой тест вспоминает тогда и вот я поняла что это то то с чем нужно работать это реально ноу-хау это то что что вот дает понимание что нужно делать как сконцентрироваться как распределить свои действия и так по каким моментам работы еще раз кто не знает тест нужно сделать до 12 написать оценить себя мои бизнес-партнеры среднюю оценку сейчас мы не будем про мои бизнес-партнеры вы оцените сейчас себя начните себя потому что если у вас результата нет в структуре роста начните себя что вы делаете не так а потом ваши партнеры повторяют то есть подумайте после этого еще что делают вы ваши бизнес-партнеры и ваш результат будет суммарное количество что делается вы и ваши ваши партнеры вот эти слайды у вас будет вы потом еще пересмотрите можете еще раз пересмотреть этот тест но а первое с чего мы начинаем это начинаем с мечты вот а что вас мотивирует как вы работаете на том чтобы прокачивать свои мечты а опять же таки я об этом не рассказывала но вот у меня есть такое меня блокнотик my dreams и заведите себе такое вот такую штучку кто читал магия утра слышали книгу магия утра вот вам обязательно задание напишите магия утра именно послушать аудио даже не видео аудио аудио кто даже читал вот если вы хотите вот просто чтобы вас перла энергетика просто зашкаливала утром нас завтра проснитесь и первое что вы сделаете это включите аудио книгу и закрытыми глазами послушайте хотя бы 15-20 минут да вы подпрыгнете с постели вы поймете что вам нужно делать как нужно делать когда вы слушать еще аудио да на полную мощность до закрытыми то глазами боже мой что у вас придет это просто вот это вот такой лайфхак вот слушали спасибо вот не буду свою мечту говорить и пошли вот у меня цель на какой день что делать все моя структура мои ключевые это моя мечталка мои планы и вот и пошли по каждому до цитаты что купить что спланировать у меня вот пошли аффирмация про марину что хочу для маринах что хочу все за что я благодарна и пошли 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 вот вот это вот так и плюс вам нужно сделать коллаж мечты причем коллаж мечты проще всего делать в powerpoint и когда вы просто вот картинки ляпайте 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 смотрите окей пришла ваша мысль она сильнее лучше мечта берете другую картинку заделали и главное это смотреть визуализировать это очень важно хочу сказать что все коллажи которые я делала дело на 80 процентов они сбылись вы запускаете поток также как и подсознание может все вчера слушал просто обалдела еще раз пересматривал сейчас это у меня это все классно оказывается я потом еще годами все это делала а это очень круто вы запускайте мозг вы подсознание запускайте что вам нужно делать на чем вам нужно сфокусироваться и вам будут снится мечты вам будет все вот вот если вы не если у вас нету роста где-то какого-то значит не отработано мечты не отработано и ревизия мечт минимум один раз квартал вот это очень важно никакая разница вот как а какое значение имеет значение когда делать калашин где имеет значение знаете в какой день когда вас прет когда у вас вдохновение когда вы нашли новую мечту Когда вы захотели новые туфельки там, для ребёнка что-то, поездку куда-то, вот, например, да, мечты, даже у меня фотографии есть, ровно год назад, когда мы в Токио поднялись на Фудияму, да, я себе загадала мечта, вот прям очень сильно загадала желание, чтобы отметить свой день рождения в горах. Ровно через год, когда я поднималась в Сочи на подъёмники, в горы, я вспомнила, это была моя мечта, причём я себе её записала, причём она у меня ещё записана, когда я ехала, вот у меня попёрли мечты, я куда-то записала, помни, записала, да, у меня есть блок, у меня даже есть, вот знаете, в телефонах заметки, и там вот мечты туда записала, туда мечтала, главное потом ещё куда-то собрать, переписать. Вот, этот блок, второй блок, то есть вы сейчас должны понять, вот на каком уровне находится то, что вы отработали своей мечтой, нет мечт, ну, всё какое-то будет, ну, не то, убогенько, и если бы у меня не было мечт, я бы осталась работать финансистом, а когда я поработала с мечтами и поняла, что мой мир должен быть другой, я хотела путешествовать, яркая, красивая жизнь, я поняла, какой выбор я должна сделать, понимаете, и всё придёт, и партнёры придут, и уйдут плохие партнёры, которые испортят вашу команду, и просто вирусом заразят, уйдут, а лучшие придут в замену, и вы будете совершенствоваться, расти, будете знать, как работать, с кем работать, вы поймёте, на кого фокусироваться. Оценили, следующий момент, вот степень страсти вашего желания на данный момент, второй пункт, вот насколько сильно вы хотите это делать, вот прям, вот прям, я всегда привожу пример с туалетом, да, степень, как вы хотите в туалет, да, вот чуть-чуть, там, побольше, и когда вот вообще у вас там искра из глаз, да, вы всегда любой вкус найдёте, у вас не будет проблемы, как найти вкус, и до 4 утра будете работать, почему я работала до 4 утра, да, потому что у меня такое было, я так прокачала себя книгой, так прокачала себя, будучи беременной, вот этими всеми аффирмациями, я просто, у меня просто взрыв был, нету, прокачайте себя. Третье, ленивая, вы будете играть в лося, не смоглось, не сбылось, не получилось, у меня ребёнок, у меня там ещё что-то, муж запрещает, там ещё что-то, и трудности, проблемы, все уходят, кризис вокруг, все, все виноваты, но не вы, вот, хорошо, да, третье, сколько часов в месяц вы работаете, количество часов в день умножить на количество дней в неделю и на 4-2 недели, то есть, что такое работать, работать, это не читать, не развиваться, а именно рекрутинг-сопровождение, то есть, это если вы конкретно рекрутируете, и конкретно звоните структуру, конкретно сопровождаете, но вы ничего-то не читаете, это совершенно другое, именно работа, сопровождение, писать, что, это не там, не составление красивых постов, нет, это развлечение, а вот конкретное количество работ, за что вам платят, вот подумайте, за что вам платят, вам платят за красивый пост, нет, вам платят за то, что вы читаете, нет, это ваше обучение, вы должны быть умной, чтобы потом что-то там сотворить команды передать а конкретно что вы сегодня сделали сколько вчера часов вы поработали конкретно поработали по рекрутингу провели планерки презентации я сейчас вас обучаю вот эта работа до составление презентации для выступления эта работа вот конкретно вот честно самому себе 10 баллов если у вас 40 часовая рабочая неделя рабочая рабочая дальше планирование вы будете вы можете 15 минут планирования сокращать увеличивать час продуктивности вашего дня то есть планировать нужно как с утра так и вечером планер 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 вот у меня планер да вот все я здесь пишу что мне нужно сделать причем таких хаус может быть какое-то вот такая писанина фигня получается иногда не каждый день я планирую но это дело Почему? Потому что если вы спланируете, у вас день пройдет эффективно. Не спланируете, он пройдет, он пройдет день. Вот кое-как. А потом как-то, и что-то день прошел, а что-то не то и так далее. График активности, отчет лидера команды. Что это мотивирует? Вот 10 баллов поставьте, если вы в этом квартале это делали. Вот насколько правильно, насколько эффективно. Что такое график активности? Это 2016 год. Вот один раз сядьте и вот его спланируйте. Поймите, в какой день недели, что вам нужно делать. Согласно тому уровню, как в Арифлейм, вы новичок, либо вы менеджер, либо вы директор, либо топ-лидер. У меня это распланировано в 2016 году. И у меня это так, каждый день. Я сначала перекидывал, а потом это настолько. У меня каждый день недели, я помню, что мне нужно фокусно делать. То есть 20% действий дают 80% результата. Если нет планирования, то 80% ваших действий принесут 20% результата. 80% принесут. А что такое 20%? Это ваша структура не так успешно развивается. Или вы так, а потом у вас депрессия и еще что-то, потому что не составлено, неправильно распределено время. Паретта, паретта, обожаю. Поэтому создайте для себя, если вы еще не сделали, либо посмотрите, какой на лето график. Где-то как-то что-то должно быть. Во-первых, личное рекрутирование 4 часа в день. Распределите где, когда и как. Пост, статус, бренд раз в три дня. Когда? Презентация ВВО. Сколько конкретно вам презентаций нужно провести? Поставьте цель 100 презентаций сделать за какой-то определенный промежуток времени. Причем себе зачеркивайте. 100 презентаций, 100 презентаций. Какой темп рекрутинга вы хотите, столько вы получите. 100 презентаций, приведут 10 регистраций, 1. Есть, например, ваша статистика. Раскидайте. Пока вы не проводите лично презентации, рост у вас не будет. Вы не станете, либо если вы станете за счет вашей структуры директором, то через, как у вас, вот у меня мои ошибки. Я открывала исполнительного директора, и я вкладывала не в тех лидеров, не в тех рекрутировала. Я поняла, что если ты строишь бизнес человеку, который мало рекрутирует, и умеет, и мало проводит презентации, это не выходит онлайн, и проводит эта структура, также быстро рассыпется, когда вы сделаете шаг в сторону. Очень много директорских групп у меня рассыпалось из-за того, что я жалела своих лидеров, они перестали проводить, рекрутировать, и когда потока рекрутинга нет, это все рассыпается. Поэтому думайте, куда вы рекрутируете, с кем вы рекрутируете, на кого фокусируетесь, чтобы не переделывать ту работу, которую вот сейчас вот пытаюсь там укрепить структуры, там укрепить структуры, там классные лидеры, классное все, но где-то упустили момент, не стали проводить презентации, бизнес не запустился, рекрутинг не запустился. Ну, в общем, смотрите, смотрите, что, опять же, я благодарна этому опыту, потому что я поняла, что делать дальше, как делать дальше. И все топ-лидеры вам скажут одну фразу, с вами или без, у меня будет этот результат, это мой выбор, каждый топ-лидер это минимум запускал исполнительный на президент поставил, и он к этому идет. И хоть вы новичок, у вас там будет вот так гулять менеджерская ветка, потом вы станете директором, у вас будет гулять ветка, потом вы станете лидером, директором будет гулять. Но, когда вы понимаете ваш путь, и как вы хотите держать, да хреново, да что-то не получается, иногда я плачу, что мне не получается, мой муж говорит, Ира, тебе не стыдно, ты, вот сколько ты зарабатываешь, вот сколько зарабатываешь, да блин, там я не знаю, единицы столько зарабатывает. И вот реальный результат, 27 миллионов, которые заработал с компанией Reflame, легально, миллион шестьсот я заплатила только налогов за все это время, обеспечив пенсионерам. Ребята, путь долгий, путь сложный, не получается, плакать слезы, но если бы я работала финансистом, было то же самое, я бы так же плакала, ревела, получалось, не получалось, подставлены коллеги на работе, а что в результате? А что в результате? А жизнь да прошла. Какая яркая жизнь с Reflame, и какая серая день сурка в жабьей шкурке там. Выбор. Работать, плакать, пожинать плавы, но лучше плакать от того, что у вас где-то не получается какие-то, чем плакать через 10, 15, 20 лет, что жизнь прошла, а вы сыграли в лося. А на оправдание. Вот это самые тяжелые будут слезы, разочарования, что жизнь прошла. А когда вы красивая, когда вы успешная, когда вы молодая, это просто класс, ну это просто здорово. И еще никогда не нойте, не скулите, что очень плохо, потому что скуля, ноя, что что-то не получилось, вы тем самым аффирмацию даете, что вы такая, и у вас так и будет дальше. Ой, я кризис и не смоглось. Да, вот тебе кризис, вот тебе не смоглось. Ой, вот уходит. На тебе уходит. Ой, то-то-то-то. Нет. Если вы сфокусировались, у меня, я люблю рекрутинг. И каждый день я учусь рекрутингу, и я совершенствуюсь на рекрутингу. Каждый день ко мне приходят новые партнеры, и пусть он будет один маленький, но именно с ним мы сделаем этот результат. Вот он, мой лидер, потенциал. Если он даже времен, ничего, через него мы найдем нового партнера. Понимаете, о чем делать? О чем делать? Что думать? Как думать? Читайте книги. Все в этих книгах написано. Поэтому вот смотрим, делаем скрин, когда размещаем заказ. Опять же-таки размещаем как заказ. Вы и ваша команда. В нулевой день каталога, либо в середине. Почему я всегда говорю фокус на нулевой день каталога? Потому что, получив каталог, у вас будут уже продукты, вы сделаете какой-то обзор, и у вас уже будет время еще сделать заказ. Если вы, ваша команда, делают в последний день каталога, то до заказа не будет. Средний балл уменьшится, и у вас будет стресс. Как же вы закроете каталог? Поэтому вот все, что вы делаете, как вы делаете, как вы обзваниваете структуру в последний день каталога, либо в первые дни каталога коммуницируете, с кем вы коммуницируете, с нытиками, или кто там вас не делает, либо вы фокусируетесь на лучших ваших партнерах вы им еще повышаете дел не 150 а 180 баллов не 50 баллов а 100 баллов помогаете каким-то опытом фокусируйтесь на лучших людях на лучших лидеров на те кто растут и каждый раз когда вы планируете думайте об и делаться свой график активности далее это был просто это было планирование и еще раз помните а на меня повлияло то что когда я сама стала отчитываться перед командой и команда начала отчитываться передо мной то есть мы сейчас минутку когда начала команда передо мной у нас был совершенно другой результат эффективность эффективность да вот четвертый да это было как раз планирование вот себе поставьте пожалуйста что такое для шагов и потом что-то сбилось иначе у нас еще очень много слайдиков да и еще у нас еще половина 30 слайдов у нас 20 слайдов вот еще раз на данный момент сейчас какой вас баланс между обучением реальным действиями обучение 50 процентов 50 процентов действия 25 процентов обучения 75 процентов действия 80 процентов обучения 20 действия чему конкретно вы должны обучаться обучаться вы должны каждый день но если вы будете только обучаться быть умным, то вы будете просто богатым. Ой, бедным. Если вы будете обучаться дозированно по той информации, которая у вас нужна, и конкретно вы видите, что это ваши пробелы, а мы в конце подытожим, и вы поймете конкретно, чему нужно обучаться, вы будете эффективны. То есть, если вы понимаете, что вам нужно обучаться конкретно рекрутировать, и вы понимаете, что вам близкий метод такой, да, ну вот чувствуете, да, вы конкретно все изучаете только по этому методу рекрутирования и делаете. сделали отработали сделали отработали 4 ребят а у давайте еще раз вот этот раз screen сделан сделали отработали сделаны отработали и папа какой теме конкретно вы обучаетесь если вы ой что-то сигнал ой сохранить сейчас делайте скрины а я пока сохраняюсь хорошо так не идет у меня видео у вас зависла не знаю все хорошо ребят меня потому что что-то сбой какой-то тоже пошел прямой эфир не пошел энергетика моя перебивает все в общем по аналогии вы понимаете да что если у вас маленький процент волос по структуре значит вы обучаетесь по волосу если у вас создание нужно обучение значит вы изучаете сегодня и вебинары по том как создать этим например если вы лидер сейчас минутку прямой эфир окей есть все прямой пошел есть 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 вот и еще одно важное правило которое я я все время учусь у всех у вас и в том числе от моих бизнес-партнеров недавно было плане видео наталья мастюгина которая рассказала по правилу 30 секунд кто знает что такое правило 30 секунд напишите плюсик кто не знает напишите минус ой нет прямой эфир напишите плюсик минус кто знает правило 30 секунд вот для меня вот недавно это было реально открытие я чуть как-то слышал но я не осознавал так сейчас я минуточку чуть чуть меньше вот так сделала слайды чтобы можно было виднее презентацию нет 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 так вот так вот правило 30 секунд это когда после каждой прочитанной книги каждого вебинара все что у вас есть у вас есть ровно 30 секунд чтобы сделать выводы и написать в письменном в письме написать если вы слушаете аудиокнигу варите борщ что-то делаете вы выключаете наушники у вас есть ровно 30 секунд чтобы сделать и написать в письменном виде что вы поняли что вы сделали правило 30 секунд у меня работало когда сейчас я вот эту книжку покажу амбарную тетрадь это когда я вот так вот делала я писала я изучала это мой путь это какой год это какой год надо сейчас посмотреть это 2006 год ты еще не бриллиантовый директор у меня было везде расписано что я бриллиантовый директор рано или поздно я им стала не было четко не все сразу получалось у меня даже есть автографы планерки вот есть вот такие вот распечатки от компании слайды здесь в общем как бы я фокусировалась перфиль его марина 2007 год будь бриллиантом да какой там я даже и только директором стала я пыхтела я пыхтела там не стала сразу я бриллиантом и подумаешь там прошла какой-то путь так вот правило 30 секунд вот сегодня обязательно после того как этот вебинар закончится обязательно напишите себе минимум 5 фишек того что вы сегодня будете делать после вебинара что конкретно делать него такая у вас там портянка того а что конкретно будете делать 30 секунд следующего бинар в следующий топ лидер будет выступать у вас будет 30 секунд сразу заканчивается вебинар вы садитесь и пишите пусть это будет в тексте пусть это будет отзыв как у нас благодарю вас за отзывы которые мы постоянно топ лидеры получаем от вас что вас зацепило какая фраза вас зацепила что вы поняли с этого вебинара что вы дали правильно такое что вас вот цепанула да вот эти правила 30 секунд и мы потом пересылаем нашей команде чтобы еще раз делать такой вот перед про прослушать еще раз да вот так вот 10 10 баллов вы поставите только тогда когда у вас идет 25 процентов обучения как про это магия утра первый час если вы будете обучаться утром вы поймете вы поймете у вас будет драйв мотивация что делать на следующий день и вечером у вас должен быть уже составлен план что нужно делать 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 рекрутировать проводить презентации звонки команда окей дальше 6 и у вас товарооборот у вас и ваших партнеров команд 10 баллов если ну понятно что вы пэк коктейль муж пэк коктейль дети омега там ежедневный уход с на вы и что это как потребление я это само собой разумеется если вы это не делаете это это фокусные продукты блин это результат вы же слышали что результат есть ну-ка а говорить да 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 я все понимаю но это не делать ну то зачем себя обманывать вот нет денег заработаете нет денег на покупку этого берите каталог раздавайте каталоги заработать и на это ну как бы то хотите на семинар заработайте раздайте каталоги что-то сделайте ну заработайте на это цель фокусная да вот поставьте себе цель а мы к этой цели идем 20 процента по структуре волос 20 процентов и 30 процентов да у нас сейчас 25 бывает там где-то вот так вот по-разному вот это наша цель что конкретно что изучить как сделать с кем поговорить чтобы было 30 процентов по структуре волос 10 баллов если у вас будет средний заказ по структуре стубов но у нас вот прям примерно ближе ближе к этому в прошлые годы было значительно меньше и я вижу что каждый раз работа в этом направлении средний заказ повышается есть структур где средний заказ больше чем 100 баллов у нас стремимся чтобы лично заказ был от 250 баллов у вас и у каждого вашего партнера фокусируемся на том чтобы у вас был вы лично продали один набор на вэйдж и одна подписка волос лично вами неважно это будет новый клиент либо это будет ваш новичок консультант но конкретно вы должны провести презентацию так чтобы у вас была продажа лично одного набора на вэйдж и подписка волос вы понимаете то есть 10 баллов если вы понимаете что система ваша работает если у вас 30 процентов по структуре волос средний заказ 100 баллов по структуре чтобы личный заказ 250 у вас у каждого партнера один на вэйдж продали вы и ваши партнера сделали то же самое если что-то не работает значит думаешь как нужно обучаться чтобы вот это работало окей понятно это лт что здесь повысит наш товарооборот вот я поняла что зачем нужно делать обзоры во первых это работа с клиентами получения заказа во первых это рекрутим во вторых рекрутим на продукт работа с новичками знакомств с продукцией работа со структур увеличение среднего заказа влюбляем продукт прокачка б бреда я это все рассказывала на на конгрессе на предприниматели и говорила что всегда говорю думайте вот продуктивность это у вас 100 человек придет вот рекрутировала я я всегда думал ну почему у меня даже вот был средний заказ когда-то там 37 баллов когда у меня поток ну почему люди мало заказывать значит я делал должна такие действия так влюблять продукцию так рассказывать чтобы средний балл повысился 50 100 человек при среднем заказе 50 баллов вы получаете доход 12000 рублей и если идеал тому мечта до 250 баллов а есть такие у структуры у нас в рефлей который работают на продажу в средний балл то ваш доход 100000 100 человек ваш доход от 12 до 100000 что мы делаем как по делу на чем факт и почему важно когда вы же пришли я знаю что вы пришли в рефлей не поиграться как минимум там 35 10 15 лет у меня так это путь жизненный мой вот так вот а если вы сфокусируетесь на клиенте и не будете бегать за новым 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 рекрутинг рекрутинг не же сказали 1 регистрация в каталог регистрация в каталог а если вы будете сопровождать вашего новичка говорить с ним о продукции рассказывать что вы любите сами что вам нравится тогда вот смотрите есть у вас 9 процентная структура и один нович один у вас партнер есть девочки слайды у меня сейчас вот собью собьюсь смысле сделали скрин все так если у вас один человек например на 9 процентном уровне сделали 150 баллов как бы вы научили научили пользоваться самим продукции плюс два три клиента мы у меня таких очень много который уже там по 15 лет в рефлей еще раз вот вот философия глобальность что вы должны делать сегодня вы должны работать с вашими новичками потому что один клиент кто делал заказ на 150 баллов постоянно в год это 10 тысяч рублей до все слайды я скину топом но если у вас вы работаете в компании 15 лет как и я и у нас многие топ лидеры да путь один клиент обученный влюбленный понимающий это около 160 тысяч рублей вот пристите вы один раз качественно поработали влюбили и у меня клиент они сами смотрят мои видеоролики я запустила систему почему я делал видеоролики потому что все мои клиенты они смотрят на видеоролики то есть у меня не с каждым общаться они понимают зачем они должны смотреть потому что они получают что-то новое ребята один клиент 160 тысяч рублей вы пришли поиграться в oriflame или на года для себя ответить на вопрос вы пришли поиграться в oriflame попробовать или на года почему нужно работать продуктовая коммуникация важно зачем видео делать обзора где в instagram все это я рассказывала что-то 50 на 50 и там и там моя целевая аудитория в youtube почему я начала понимать да вот youtube более трех миллионов с правда говорю что первые видеоролики вас не будут получаться все свои практически первые ролики я закрыл потому что это вообще смешно это и лампа освещение только с годами я поняла что делать как как монтировать все это делать но а три миллиона просмотров это примерно как если собрать 100 стадионов лужники примерно так посмотрите какая аудитория это что вы записали в youtube будет работать годами а что вы сделали в instagram сразу быстро посмотрит а потом забудут но больше всего просмотров будет сразу резко в instagram то есть здесь половина и это выгодно это выгодно здесь в instagram короткие маленькие ролики лучше делать а в youtube длинные и смотрят больше сериалы вот об этом всем я рассказывал я не буду повторяться посмотрите конгресс и ой метод рекрутирования все говорят я хочу рекрутинг я хочу рекрутинг а каждый выбирайте что вам по душе какой метод рекрутирования как я говорил что я не умею продавать но я умею хорошо делиться продукции и это качество я просто усиливала и поэтому вот пожалуйста один пост сразу две регистрации девочки наблюдали за мной очень долгое время да как заказать румяна да все сразу две регистрации люди смотрят классно особенно когда вы правильно еще оформляете вот не просто создавайте видео а научитесь правильно оформлять за пройдите обучение открывайте youtube никакие платы это хорошо ну бесплатно это полно как правильно форме instagram в инстаграме пост а какие хэштеги вот у меня от хэштегов на этом пост пришло 6 тысяч сто тридцать 6 тысяч 138 просмотров 6138 просмотров по хэштегам выстрелила как я не знаю как я делаю это интуиция ну примерно понимаю как это делать вот а также в час завалено все бизнес красивые лайфхаки все почему-то все забывают сейчас уже лучше стало да про продуктовую коммуникацию вы чё стесняетесь что вы работаете в oriflame вам чувствуем на что ли вы стыдитесь до продукции вот все обо всем но только бы не oriflame даже слова бояться сказать а я просто продукты вот посмотрите у меня самое большое количество подписчиков за год пришло на продукты самый большой охват на продукты и вовлеченность ребят но вовлеченность что посмотрели но там вот там пару там красивых голых тел там на фоне моря там да все ну а так а тогда вот развлечения посмотрели да а так пришли реально посмотреть посмотреть а реально пришли и повысились охват это конкретно продукт поэтому чем больше мы будем говорить о продукте тем больше мы будем влюблять тем больше людей рекла рекламой надо массовой работать и мы даже все вместе с вами взяться и если каждый поставьте себе цель один хотя бы один какой-нибудь 11 классный вкусный продуктовый отзыв а если в вашей команде будет 10 продуктовых отзывов а если каждый топ вот у нас сейчас офигенно и получился канал о топ лидеров признать и каждый топ лидер по одному видеоролику скинет вас уже копилка а если мы все с вами вместе прокачаем вот там взорвем oriflame какой там какие там другие компании понимаете с чего я начинал вебинар люди приходят сюда на продукт 85 процентов людей это дисконтные потребители которым нафиг нужен бизнес они приходят поигрались остались на продукт если бы была говеная продукция все мы ушли ушли спросить другие компании еще раз спрашивайте если бы не ваш бизнес пользовались ли вы этим продуктом 90 процентов случае вам скажут нет вы говорите а вот в oriflame у нас 95 процентов 85 это дисконтные потребители которые пришли в любились и покупают и вот на них людях работ и вот на них я рекрутирую и мой моя фишка рекрутинга это зацепить через продукт лайки ставит ставят комментарии пишут пишут спасибо что поставили лайк а вы тоже в oriflame у меня вообще в инстаграме на практически все написал ой привет спасибо за подписку мой метод рекрутирования спасибо за подписку за лайк а вы тоже в oriflame а вы тоже нашей команде все это в основном 99 и 9 процентов пишет да 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 помешь нет нет ой да я вот когда-то была пользоваться окей давайте там а вы смотрели мои видео обзоры все это даже цепляюсь общаюсь и все дальше я сразу щупаю человека то есть через продукт мне важно мне это важно цель то какая мне же нужно бизнес-партнеры да то есть как говорится за ягодкой там смотрю 3 примечаю так вот рекрутирую на продукт я сразу думаю о том чтобы его запустить в бизнес но либо сразу секс предложить но вы понимаете да парень девушкой знакомиться да как бы если сразу пойдем сексом займемся ну как бы было бы там чего если по ухаживать другой результат поэтому я через продукт через цветочки букетики я привлекаю человека и тут же сразу и и смотрю насколько сразу секс предложить либо чуть-чуть попозже ну но это мужская версия когда насколько сразу как дозировано насколько много я приглашаю до постоянно а вот так а смотри а у тебя структурка растет а вот так а вот посмотри видеоролик а у нас рекрутинговой компании и дальше у меня есть тысячу и одна ночь чтобы поводов до перевести на бизнес и я смотрю стоит мне дальше делать или нет и вот недавно совершенно а вот у нас я вижу человек бац и там учет в чате пишет а я эту женщину не знаю совершенно я спонтанно открываю чат какой-то новенькая женщине общалась ой какая красота она там сережки вот кажется к этому ожерелью она сережки купила я тут же комплимент блин какой классно вот видите вы продали сережки теперь эти сережки хочу а у нее комплимент я начинаю я тут же звоним оказывается эта женщина была в oriflame у нас в 2016 короче больше года полтора года и она делала заказы 50 60 баллов а это ее учета зацепил какой-то обзор она сделала 169 баллов в этом прошлом каталоге когда я с ней созвонилась я рассказала она пенсионер она в пенсионном возрасте а если да вы что вы тоже продавец то классно а вот представляете если у вас всегда были бы каталоги а вот так вот рекрутировать надо а вот так и дальше я передаю свой опыт и я рассказала как можно а вот еще такие подарки а вот у нас а вы когда-нибудь путешествовали все пошла презентация то есть а подождите у меня тут у меня тут четко как-то не то сейчас телефон просто сядет на этот вот то есть вы суть поняли да что через продукт пытаюсь подключить короче клюк какой-то сейчас эфир у меня приостановится вот мы рекрутируем а дальше как можно быстрее в партнеры и постоянно постоянно обращаемся так все какие видео снимать то же самое то у меня есть короче продуктовые сводчи помад лучше всего идут потом длинные а если это youtube это обязательно должен быть какой-то вкусный сериал о вашей жизни какие-то моменты в общем длинные ролики заходят вот это основные и а пики просмотров пики просмотров моих видеороликов это конкретно обзоры каталогов и поэтому а да что ж такое не сейчас поэтому все свои видеоролики 10 процентов туда здесь остался заряд тут ой прямой эфир завершить они за не знаю куда не знаю куда больше не ставить короче 7 рука я это 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 не поддерживает зарядка короче так что я на чем заказать короче обзоры заказов очень круто заходит если вы каждый будете своим заказа делать самый маленький с чего начинать это просто берете там раз там два три продукт по два продукта и начинаете вот я заказала причем вот так вот берете и снимаете и вот самый коротенький видеоролик это будет самый крутой видеоролик который вы разошлете по соцсетям и это увеличит ваши заказа дальше 7 блин ну что ж такое делать прямой хоть эфир где у меня зарядка что у меня зарядками я не знаю как у меня прямой здесь заканчивается так сделаем скрин сделали скрин так вот а эффективность сколько вашей команды ключевых партнеров если увы на пятнадцати процентов если у вас нет три ключевых партнеров которые проводят вебинары ежедневно рекрутирует созваниваться ваша структура значит вы упадете если вы на 15 процентов у вас есть к три ключевых партнеров значит скоро вы пойдете в рост и на новое звание вот и все звука не стала звука не у кого звука не стало все все хорошо вот кто такой ключевой позитивен ежедневно рекрутирует проходит все обучение выступает и так далее если у вас нету ключевых партнеров на каком-то уровне либо вы упадете ли вы будете расти вот эта проверка это это эту формулу я услышал лет 7-10 назад и всегда да а когда мы общаемся я вижу что у кого-то не получается там на каком на 18 процентов на 12 кто 22 ключевых партнера кто ежедневно рекрутирует то проводит планерки то проводит вебинары обучение там видеоролики хотя в свою историю нету все бегом рекрутировать иначе упадешь или наоборот есть у класса значит вот как раз ты сейчас пойдешь новый уровень все рекрутинг решать все проблемы так личный рекрутинг вот все все проблемы в росте это рекрутинг минимум четыре часа в день рекрутируйте особенно если хотите новое звание как распределяйте хоть не спите ночами минимум у вас должно быть 9 регистрации 3 по 3 регистрации в неделю либо у вас это должно быть минимум 3 квалифицированных различка хотя бы по одному в неделю вы работаете качественно либо это 300 баллов суммарными заказами новичка то есть вы работы поработали с новичками так что у вас например там 5 новичков 4 но по факту вам вы все мерите в баллах ваш товарооборот прирост новичками должен 300 баллов вот стремитесь чтобы каждый каталог каждый сводь с очень как скажем проверяйте свой каталог чтобы у вас было вашими регистрациями 300 баллов прирост каждый раз и вот вашу команду то же самое обучайте чтобы ваши ключевые партнеры умели рекрутировать так чтобы был прирост балл суммарным 300 баллов что вы делаете как вы говорите с новичками какие видеоролики вы даете посмотреть новичку поэтому моя система работы это свой видео ведь видео обзор который я создаю я даю всем новичкам ибо чтобы они посмотрели и они знали что им заказать и я повторяюсь во многом раз какие-то фокусные продукты но мне важно запустить новичков понимать сдачу по поводу того что это делается очень долго где-то 3 дня у меня один день подготовка информации один день полностью съемка один полтора день монтаж я все это сливаю урезаю потом выложить на youtube прописать хэштеги теги вот но это и делаю я сама за команду то есть в каждом вас в команде должен заниматься кто-то к чем-то кто-то кто в то в чем силен я взяла на себя эту функцию ответственность конкретно за заказы чтобы партнеры не снимали такие большие обзоры не тратили время больше на рекрутинг но у них не но их ответственно записать одно маленькое видео ну просто вот ой мне нравится вот эта туалетная водичка потому что и вот одно видео да а я создаю большие видеоролики вот как бы так кстати да да большое большая вам благодарна за то что вы пишите комментарии да то что вы меня вдохновляете да вот там ваши вопросы да я уже думаю что записать следующий раз в видеороликах вот хотя изначально как бы я это делала до для своей команды для сопровождения обучения так дальше плотное сопровождение вот здесь очень важно да не просто пригласить перепись делать да а вот ежедневная планерка с лидером с вашим понять что где как вы рассказали ему что сделали либо отчет скинули ежедневная планерка с ключевыми партнерами вот они ваши фокусные и 5 контактов с новичком в течение 21 дня да у вас будет когда-то хаос дала все это где-то сможете где-то сделать где-то не сделать но вы должны понять страдает ли у вас этот показатель плотное сопровождение вот моя формула успеха это 5 звонков в день неважно кто это будет партнер конечно фокус на я делал больше на партнеров минимум 5 звонков 5 звонков 5 звонков именно звонки бывает до 15 в день когда я мне нужно созвониться человек не ответил я просто ему голосом диктуя рассказываю что сделать и а моя система работы такова что если я начинаю прозванивать новичков я про звание снизу снизу позвонила дальше вверх вышестоящему говорю а вот это плода а я вот звонила вот этому и вот этот дальше чуть выше что-то у меня прям вообще скачет прямой эфир выше 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 у меня получается может 10-15 звонков по ветке я снизу вверх прозваниваю и каждому ключевому партнеру рассказываю что еще там что ну рассказываю о его команде вот у меня прыгает прямой эфир меня вообще видно ребят так прыгает все прыгает прыгает аксессуар не поддерживается не зарядки другую нету так сделать вот этот скрин себе сейчас еще минутку попробую другой шнурок хоть как-то потому что там прямой эфирчик сейчас можно практически заканчиваем мне просто хочется быть вам максимально полезным о все зарядка поддерживается значит прямой эфир еще будет а фишка в чем что мои самые успешные структуры лидеры это те кто делают общий командный файл и когда если с кем-то общается то обязательно прописывают даты и о чем была суть и я вижу да то есть по сопровождению захожу смотрю ага кто с кем общался когда был последний контакт с этим человеком фокус нас на кого сделать упор да скажем так и по каталогам я вижу что например вот там юля да в этом каталоге 107 баллов в прошлом каталоге 151 199 180 ага я вижу ее потенциал я звоню и спрашиваю что как и фокус у меня на 200 баллов я вижу точечки точечки точки ага там три каталога на заказ был размещал заказ почему перестала размещать заказ еще раз пообщались почему на 8 баллов это значит что неправильно человек запустился естественно 8 баллов все этот человек ушел потому что 8 баллов это неэффективно невыгодно да и вот вижу там сделал 70 в там 8 151 74 наоборот там вижу да а он может еще больше сделать или как повысить средний заказ но для меня прежде всего эта статистика и очень просто вести а такой командный файл каждый день утром я просыпалась утром скидываю информационник копирую колонку личные баллы и групповые вставляю и и только с этим файлом я дальше работаю то есть я вижу с кем мне работать сегодня то есть для меня вот как бы это самое важно и моя команда видеть с кем я поработала так 10 пункт эта система работы вы видите сколько у нас система есть рекрутирование сопровождение новичков работы с потребителями работа с продвижениями продукции wellness он короче категориями систем обучения консультантов а вот у вашего вы входите в какую-то команду и вас есть система неважно какая система рекрутирования у моего спонсора какая система работы вообще рекрутинга у вас то есть обучение все есть но как ваши новички умеют рекрутировать как ваши новички ходят на обучение как вы их приглашаете на все мероприятия вот подумайте об этом да то что внизу это ваш бизнес то что вам строит вам повезло но это ваше ваше как происходит все вот здесь вот нужно самым посмотреть какая система работы у вас по вашей команде вот это надо задуматься если где-то хромает то нужно с этим поработать вот сейчас я говорю я сейчас как проговариваю уже лидерскую работу кто директор и выше поэтому если вы еще новичок можете просто смело выключаете и сказать а то подумать там боже мой сколько всего надо делать я это не смогу поверьте сможете когда захотите заработать 20 миллионов все научитесь делать это просто высшее образование вы должны понимать к чему это приведет так одиннадцатый пункт всего 12 единство дух и страсть вашей команды 10 баллов стопроцентная личная отдача команде это открытость ответственность передача опыта общая система вот мне нравится когда мои партнеры я их не прошу сделать а они ирин вот я давай я сделаю вот это а давай я вот это вот а вот у меня вот это класс или база выкинули все или вот там вот опять же такой команда да сегодня я написала пароль вебинар а из-за того что нужно еще скину слайды еще подготовиться я забыла поменять пароль и уже сразу бац пароль поменяли все помогли то есть вот это это единство дух команды до друг другу помочь подсказать что я не вышла вовремя да потому что дело по команда прокачала вот должна быть такая поэтому если в команде что-то не так поругались а эта семья в каждой к семье постоянно спорим можем поругаться вот что происходит сейчас вашей команде какая у вас какая взаимопомощь поддержка и каждый партнер как помогает а вместе все вот это если что-то нет здесь не так значит здесь можно еще немножечко поработать вот ну и в конце должно произойти результативность три каталога два новых уровня у вас и ваши ключевых за 6-9 месяцев вырастает 22 процента 10 баллов это поставьте и каждый год вы прирастаете минимум одно звание директорской команде если не так ставьте баллы значит что-то не так а что не так мы сейчас перелеснем все 12 пунктов и вот конкретно что-то здесь не хватает вот посмотрите где самое маленькие количество баллов вот где ваш делается screen потому что мы не будем на это затрагивать вы сейчас вот вы сами прочитаете и потом подытожьте до себя обязательно вот когда вы первые 30 секунд вы напишите вы напишите что вы полезное получили в конце сделайте вот этот результат что у вас получилось потому что это у вас должна быть эффективность ваша эффективность квартальная эффективность на данный момент потому что следующий раз вы с этими слайдами себя проанализируйте посмотрите что вы улучшили вот здесь вот эти все 12 баллов нужно сложить и поделить на 12 то есть ваша эффективность то есть если вы например ну то есть ваша эффективность там 68 получается ага 68 процентов или там 48 процентов вот кто смог посчитать вот пожалуйста напишите если вот у кого есть калькулятор кто уже понимает как это делать напишите ваши озвучьте результат если кто-то не понял что то просто потом просто по слайдам пройдитесь вот а и здесь очень важно квартально выделить или на каталог три пункта с которыми вам нужно будет работать то есть прежде всего до либо прокачать степени страсти либо там у вас личный товароборот хромать либо личный рекрутинг вот то есть выделите три и на них работаете смотрите их через квартал вы посмотрите насколько вы улучшились в этом направлении потому что вот когда хаос можно делать много а всего 8 часов что конкретно в первую очередь нужно сделать сейчас что конкретно у вас страдает ответ простой если вы не растете номер один это личный рекрутинг личный рекрутинг решает все проблемы когда рекрутинг она есть команда уже пошло дальше нам сопровождение сести из детства духа и так далее но нет личного рекрутинга 4 часа в день 1 регистрация значит все остальное будет вообще не работать поэтому это всегда надо и подведем наш итог нашего вебинара вот всего чтобы вы осознали что у вас должно быть ваши 10 пунктов быстрорастущего партнера это составленный и отработаны и отредактированные постоянно ежедневно пополняемый список мечт составить список знакомых минимум 300 человек я сразу смотрю книжечку свою вот а пользоваться в л нас на вич каждый день системе не забывать ни одного дня организовать лтого 150 баллов первый в нулевой день каталога это ну прям это вообще как минимум а цель 250 посещать все вебинары подавать пример и приглашать на вебинары всю вашу команду ежедневно рекрутировать цель какой-то минут прям минимум три регистрации но самое главное чтобы прирост товарооборота личных ночью новичков был минимум 300 баллов то есть это ваша эффективность сопровождать когда появились новички это помогать изучить продукцию разместить заказ помогать в рекрутинге приглашать проводить на вебинары дальше а будете вырасти только тогда когда вы сами будете проситься участвовать в вебинарах и проговаривать проговаривать ваш опыт самый маленький не важно о заказе о том что у вас хороший день какая-то история проговаривать есть не вы можете выступать на вебинарах какие-то что-то то самое эффективное сейчас то что вы перешли это видеоролик когда типа такая stories ставите камеру на две-три минуты на рассказали свою историю кидайте в чат все уже уже вы проводите понимаете вот лучше всего вот как лучше всего запуститься да это раз хотя бы в неделю записывать а свой опыт рассказали скинули в чат рассказали что у вас произошло поделились в чат все а дальше вы уже как бы все больше 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 да как бы грубо вы становитесь профессионалом только тогда когда будете говорить ежедневный план и у вас должен быть и отчет менеджером и директору вашему это было все благодарю вас за то что посетили этот вебинар были со мной на этом вебинаре да да слушали час сорок пять до до конца я вам желаю новых знаний новых званий я желаю чтобы как можно больше людей ваших командах участвовать во всех конференциях вот благодарю вас за то что я у вас обучаюсь благодарю тому что и моя команда может присутствовать на таком потрясающим топовом обучение в вебинаре где мы каждый раз учимся